Здравствуйте! С вами портал Экзогет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Мы продолжаем с вами цикл лекций, посвященных Таинству Таинств, посвященной Божественной Литургии. В рамках наших предыдущих занятий мы поговорили с вами о самых общих библейских предпосылках к всей логике и идее этого Таинства и, собственно, о Тайной Вечере, как о событии, непосредственно, скажем так, тайноустанавливающем. Сегодня у нас с вами последнее занятие, посвященное, собственно, литургии непосредственно внутри библейского текста. Мы поговорим с вами о литургии в апостольскую эпоху. Относительно того, как это богослужение совершалось в рамках данного периода, конечно, существует огромное количество предположений, но мы имеем ряд новозаветных текстов, которые, в принципе, вполне корректно указывают нам на ту логику и, собственно, практическую ее реализацию в рамках апостольской общины, из которой потом вырастет, собственно, таинство литургии, да, таинство Евхаристии в том развернутом виде, в котором оно и будет в дальнейшем представлено в истории всех традиционных церквей. То есть, в некотором смысле, что обряды Восточной Церкви, что Западной, все равно своим источникам будут иметь именно данную логику. Наверное, первым и главным текстом, который повествует нам о данном периоде, безусловно, является книга «Деяния апостольских», текст, который рассказывает, собственно, раннюю церковную историю, историю первого христианского поколения. Внутри нее мы увидим несколько значимых фрагментов, которые рассказывают нам, с одной стороны, о достаточно общей картине христианской жизни, с другой стороны, внутри этих рассказов мы и увидим искомые нам, известные и интересующие нас сюжеты. Первый из них – это вторая глава книги «Деяний», стихи, собственно, с 42 по 47. Обратимся к ним. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели всеобщее. И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви». В рамках этой, как кажется, достаточно идиллической картины мы видим несколько важных указаний в рамках интересующей нас темы. Первое и самое основное из них – на данном этапе, в принципе, мы видим, что ранняя церковь не сепарируется, не выделяет себя из общего объема израильского народа. То есть, собственно, и в этом фрагменте, и в целом ряде глав книги Деяний мы замечаем, что и апостолы продолжают ходить в Иерусалимский храм, как, например, эпизод с Петром и Иоанном, когда они исцеляют человека у красных ворот храма. И, собственно, сами верующие продолжают в Иерусалимском храме собираться. Более того, например, во всех последующих эпизодах, связанных с служением апостола Павла, мы увидим, что он регулярно приходит в синагогальные собрания, например, в рамках своего служения, своей проповеди в диаспоре, то есть в иудейском рассеянии. Это очень важный элемент в том смысле, что история этого периода времени знает очень разные примеры. И если мы обратимся к более широкому объему памятников, не только к Новому Завету, то мы увидим, что существовали религиозные группы, которые, единожды войдя в конфликт с храмовым священством, порвали свои отношения с ним навсегда. То есть, например, в том же самом Новом Завете такого рода группы не упоминаются именно ввиду своей чрезвычайной закрытости. То есть, они не играют практически никакой роли в рамках общественного служения Христа и вообще в рамках дальнейшего повествования. Это ессеи. Как говорят нам источники, за несколько поколений до рождения Христа случается конфликт так называемого учителя праведности, как называет его дамассовский документ, с первосвященником Иерусалимского храма. Я небольшой специалист в есейской истории, но если мне не изменяет память, этот человек, в общем-то, даже, например, не был убит. То есть, этот конфликт просто привел к систематическому разрыву отношений. Но на весь последующий период времени все его последователи однозначно разорвали свои отношения с Иерусалимским храмом и всеми, кто так или иначе себя с ним связывали. То есть, собственно, пришли к мысли о том, что мы последний, единственный истинный остаток Израиля. Мы те, кто получит все пророческие обетования, все остальные – это тот самый хворст, который сгорит в огне судного дня. В общем-то, в Иерусалимский храм и в любое другое религиозное собрание они не шли из той простой логики, что нельзя общаться чистому с нечистым. А то есть, те, кто столь недолжным образом повели себя с праведником, конечно, не имеют никакого права на священнослужение, которым они при всем при том злокозненно продолжают заниматься. Замечу, учитель праведности не пострадал таким образом от храмового священства, как это произошло с Христом. И чрезвычайно важно и чрезвычайно показательно, что христиане, несмотря на все на это, продолжают осмыслять себя в рамках единства с собственным народом и являть это единство на всех уровнях и во всех формах. То есть, они продолжают быть, как бы мы сейчас сказали, прихожанами Иерусалимского храма или прихожанами синагогальных собраний. Отсюда, да, вот этот тезис о том, что они единодушно пребывали в храме, но и преломляя по домам хлеб. Здесь указание на то, что выделяет христианскую общину и придает ей некоторый эксклюзивный характер. То есть, вот при всей, при этой своей включенности в общую духовную жизнь народа Израиля, христиане уже объединяются в рамках некой иной идентичности. Не отрицая одну, приобретают вторую. И здесь, если все предыдущие формы, да, связанные с храмом и синагогой, это формы общественные, то есть, здесь они вовлечены в народную религиозность, то моменты, когда они собираются по домам, это, безусловно, формы эксклюзивные. То есть, такого рода собрание предназначено только для этого небольшого числа верных. Нужно заметить, что для этого периода времени, конечно, единственным местом для подобного рода сбора является частный дом. То есть, нет никаких общественных помещений, в рамках которых какая-то более или менее крупная христианская община могла бы собраться. То есть, а в частных домах, соответственно, это очень маленькие, очень кулуарные собрания от нескольких человек, то, ну, может быть, пары, тройки, десятков. Вряд ли более. То есть, хотя иерусалимская община на этом этапе уже достаточно многочисленна, мы знаем об этом, благодаря, опять же, той же самой книге деяний, и видим, что апостольская проповедь после Пятидесятницы и Сошествия Святого Духа была достаточно успешна, то есть, крестились тысячи людей, но вот такого рода собрания были многочисленны и осуществлялись как раз, да, вот в рамках этих самых частных домов. При этом, конечно, важная деталь, что, например, в книге деяний, мы обычно видим названием этого богослужения функциональное, да, это преломление хлеба. Например, у апостола Павла мы видим название содержательное, да, и содержательно-историческое, он называет это вечери Господней. К фрагментам из апостола Павла мы сейчас с вами перейдем, но отметим, да, что два этих типа названия подчеркивают каждая свою определенную содержательную часть. В преломлении хлеба мы, безусловно, видим самый простой и очевидный описательный момент, да, то есть, что конкретно происходит. Это адресует нас, опять же, да, к хлебу и вину. А в наименовании апостола Павла мы видим указание на слова Христа «творите это в мое воспоминание», и воспоминается здесь вот та самая тайная вечеря, в рамках которой Христос и преподает данное таинство. Также внутри этой структуры мы можем увидеть и не просто некое такое обобщенное описание жизни и быта ранней христианской общины, но с точки зрения ряда библеистов и указание на определенного рода логику, осуществляемую в рамках вот этого богослужения. То есть, мы можем выделить здесь, в общем-то, четыре компонента, которые на самом деле, как мы будем с вами говорить в рамках наших последующих лекций, будут в той или иной форме продолжать оставаться базовыми компонентами всякой христианской литургии. Что мы здесь видим? Пребывание в учении апостолов, да, это 42 стих. Всякое христианское богослужение, имеем в виду здесь, конечно, литургию, будет иметь в собственном объеме определенный дидактический элемент, то есть, определенное учительство. Мы можем увидеть это и в рамках, например, нашего привычного нам литургического чина, где именно в первой части литургии нам предложены и чтения, то есть, соответствующие фрагменты текста. Понятно, что на данном этапе ни о каком тексте не идет речи, и здесь апостолы являются главными носителями предания о Христе, поэтому, да, указывается на учение апостольское. Для того, чтобы учительный элемент внутри последующих богослужений, когда, собственно, апостольское поколение уже уйдет, не прерывался, в дальнейшем чтение текстов обязательно сопровождается проповедью. В современном нашем богослужении мы далеко не всегда видим проповедь как самоочевидную литургическую часть. Хотя нужно заметить, что без слова предстоятеля литургическое действие, конечно, не достигает той абсолютной задуманной полноты эффекта, да, как мы видим это от самых начальных дней. То есть, человек должен получать и хлеб слово, да, и хлеб преломляемый. Поэтому проповедь это всегдашняя, безусловная, изнутри самой логики того же апостольского периода происходящая часть литургии. Далее, собственно, указание на общение. Любопытная деталь. Под словом общение мы имеем здесь в виду, в общем-то, достаточно большой объем реалий. То есть, кроме всего прочего, указание на, например, в дальнейшем, да, 46 стихом, «преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа». То есть, кроме всего прочего, идея в том, что христианское богослужение, будучи, с одной стороны, да, как бы непосредственно преподанием тела и крови Христовой, было сопряжено и банально с совместным разделением трапезы. Дальнейшая история этого элемента в наших богослужениях будет различна. То есть, примерно к V веку почти повсеместно из церкви формат так называемых агап, да, или вот этих трапез любви, о них мы чуть подробнее поговорим на нашем следующем занятии, практически полностью уйдет. Но в первые века христианства эта традиция сохраняется. Более того, в самый ранний период мы видим, что такого рода богослужения, в принципе, связана с общим приемом пищи, с общей трапезой, которая часто предваряет собою евхаристическую молитву. То есть, люди делятся друг с другом едой, вот самым тривиальным образом, и только потом приступают к евхаристии. Вот этот элемент общения на самом деле очень важен, потому что Христос указывает на то, что потому узнают, что вы мои ученики, если имеете любовь между собой. И мы понимаем, что любовь это, безусловно, не только и не столько некоторый эмоциональный фон, да, но и кроме всего прочего, то, что должно реализовываться в определенном объеме дел, да, то есть, всякое значимое для нас чувство и переживание ищет форму, то есть, хочет обозначиться. И вот такого рода дело любви, когда мы просто кормим наших ближних и таким простейшим, самым простейшим способом с ними взаимодействуем, является очень важным и очень показательным. Кроме всего прочего, есть такое, может быть, очень тривиальное выражение про то, что еда – это благодать, становящаяся зримой. И в некотором смысле слова это выражение, да, как бы имеет под собой совершенно веские основания, потому что мир, сотворенный Богом, да, и призванный благодатью Божией в жизнь, наполнен, кроме всего прочего, съедобным, да, то есть, Бог таким образом устраивает этот мир, чтобы человек внутри него мог приобщаться к плодам Творца и Бога за это благодарить. То есть, вот она, благодать, обретшая совершенно простые формы. И в некотором смысле вот такая общая трапеза – это преподание друг другу еще и некоторого дара благодати. Хотя, может быть, в самом простейшем виде это не вполне видно, понятно и очевидно, но это действительно так. Поэтому ранняя христианская церковь делает на этом достаточно большой упор. Далее, собственно, указание на преломление хлеба, да, то есть, собственно, на евхаристический вот этот элемент, на него указывает и тезис из 47 стиха про то, что хваля Бога, да, это одна из главных черт христианского богослужения. И евхаристия, мы, как уже с вами говорили в нашей первой лекции, потому и получает свое такое название, да, от греческого слова «благодарить». И вот в этом смысле благодарственное измерение – одно из главных измерений жизни как церкви, так и каждого конкретного христианина. Ну и, собственно, да, далее тезис о молитвах, и мы увидим также и внутри всей последующей логики развития литургической традиции церкви, что евхаристия всегда связана не только с конкретным преподанием вот этой изолированной одной конкретной общине дара, тела и крови, но она связана и с пониманием принципиально важной миссии христианской церкви во всем мире, когда каждая вот эта маленькая одна конкретно изолированная община видит свою долю, да, свою область участия и свою ответственность за жизнь всего мира. И поэтому молится и о хороших погодах, и о правителях, и о мирном времени, и молится обо всем об этом не только для себя самой, но для всех. Поэтому вот этот элемент про молитвы в тексте безусловно упомянут. Следующим немаловажным фрагментом также изнутри книги Деяний для нас может быть описание той вечери, участником которой уже не в рамках Иерусалима, а в диаспоре, в рассеянии, становится апостол Павел. Это, собственно, 20 глава книги Деяний, стихи с 7 по 12. В первый же день недели, это описываются события в Трааде, когда ученики собрались для преломления хлеба. Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон, и, пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего жилья и поднят мертво. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал, не тревожьтесь, ибо душа его в нем. Взойдя же и, преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились. С одной стороны, это, конечно, один из очень важных и таких параллельных эпизодов внутри истории книги Деяний, параллельных в том смысле, что у нас есть эпизод, когда апостол Петр воскрешает человека, и, соответственно, эпизод, когда апостол Павел воскрешает человека. Тем самым, кроме всего прочего, проводится мысль о равном достоинстве, о равенстве даров в этих апостолах, несмотря на очень большую разницу в жизненном пути и типе призваний, которые мы у них наблюдаем. Но, если мы даже абстрагируемся вот от конкретно этой мысли, какие важные наблюдения мы можем из этого фрагмента сделать? Во-первых, временем для совершения вечери Господней, для преломления хлеба является первый день недели, а правильно сказать, ночь этого дня. Здесь есть определенный дискуссионный момент, что это конкретно за ночь, да, то есть, если мы говорим здесь в рамках иудейского, да, как бы календаря, то мы получим один ответ, если мы говорим про стандартную греко-римскую традицию, то другой. Это либо ночь с субботы на воскресенье, либо с воскресенья на понедельник. Как-то абсолютно конкретизировать здесь мы вряд ли можем, но в любом случае тема дня Господня, то есть, дня воскресного, здесь так или иначе однозначно реализуется. Собрание это ночное ввиду разных соображений. С одной стороны, конечно, мы знаем, что сам Христос воскресает в предутренний час, поэтому вполне возможно, что общая христианская логика руководствуется вот такой евангельской параллелью. С другой стороны, мы знаем, что христиане все-таки совершают свои богослужения достаточно тайным и кулуарным образом, будь то в Иерусалиме, будь то в рассеянии, и поэтому, собственно, мы увидим это, кстати, и на более позднем материале, в период, например, гонений на церковь, они преимущественно собираются в ночной период времени. Соответственно, видим также здесь указание на чрезвычайную значимость проповеди, то есть, апостол проповедует и до Евхаристии, и после нее. То есть, вот апостол долгое время говорит, потом случается инцидент с Евтихом, потом он поднимается обратно после того, как его воскрешают, и, собственно, преломляет хлеб. То есть, вот он, главный эфористический момент. И потом продолжает проповедь еще далее до утра. То есть, в этом смысле мы видим, что богослужение совершенно никак, ничем не ограничено и не нормировано. Оно вполне возможно в рамках вот этих самых простых домашних форм могло быть и достаточно кратким. Вот, например, в присутствии апостольском, когда человек, конечно, имеет определенный и дар, и силу слова, и может много о чем поведать. То есть, оно, соответственно, становится значительно продолжительней. Ну и при всем при этом, конечно же, мы видим, что, во-первых, вот здесь, в ситуации рассеяния, собрание, видимо, более многолюдно. Для этого, собственно, в вот этой комнате достаточно большое количество светильников, то есть, чтобы всем все было видно. С другой стороны, это, конечно, например, в данном случае приводит к соответствующего рода инциденту. То есть, большое количество светильников выедают кислород в помещении. Соответственно, собравшихся клонит в сон. Для этого открыты окна, чтобы все-таки какое-то движение воздуха было. Но и вот один из юношей, как бы ввиду сочетания этих факторов, к сожалению, просто вываливается из окна. То есть, отсюда можем сделать вывод, что вот в очень разных обстоятельствах совершались такого рода богослужения. То есть, здесь это, видимо, чей-то дом достаточно, скажем так, приличный. То есть, здесь вплоть на третьем этаже находится соответствующего рода помещение, которое может вместить людей. То есть, наверное, не самый бедный из возможных домов. Также мы видим, что с одной стороны, хотя, конечно, часто мы пытаемся как-то абсолютно идеализировать апостольскую эпоху и попытаться посмотреть на неё, как на период какого-то исключительного излияния Духа Божия, относительно которого все остальные периоды христианской истории – это период оскудения. Однако новозаветные тексты указывают нам на то, что церковь всегда одна и та же, в ней всегда и действует Дух Святой, и действует немощь человеческая. Примером тому может служить достаточно известный фрагмент первого послания апостола Павла к Коринфянам. Мы к нему обращаемся в рамках богослужения, если мне не изменяет память, в Великий Четверг, и, соответственно, в нём мы слышим поучение относительно возможности недолжного причащения. Посмотрим, с чем эта, собственно, недолжность может быть связана. Это несколько фрагментов одиннадцатой главы, начиная, например, с двадцатого стиха. Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Или, например, далее. Здесь, кстати, мы видим принципиально важный, самый важнейший в этом смысле фрагмент, когда впервые в новозаветном тексте цитируются слова Христа на тайной вечере, да, это фрагмент с двадцать третьего стиха. Но дальше апостол продолжает свою логику. Посему кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Посему, братья мои, да, тут следующий фрагмент. Собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее же устрою, когда приду. То есть общий смысл этого фрагмента на основании последнего апостольского тезиса, апостол говорит о неустроенности проведения евхаристического собрания в Коринфской церкви, что кажется ему вопиющим грехом, делом абсолютно недолжным, тем, которое совершенно не терпит никаких отлагательств, да, и он вынужден говорить об этом в письме, хотя понимает, что как-то вот абсолютно нормализовать ситуацию ему удастся только на этапе, когда он посетит Коринф лично. Для многих из нас тезис о недостойном причащении достаточно своеобразно трансформируется в рамках нашего бытового богословия. Мы начинаем рассуждать об этом в сторону недоосуществленности каких-либо практик, которые готовят нас к принятию причастия. Когда мы недолжным образом молились, не соблюли евхаристического поста, не сделали еще каких-то вещей, которые нам кажутся в этом смысле важными. С одной стороны, конечно, хорошо, понятно и правильно, когда человек определенным образом готовит себя к причастию, потому что это таинство. Таинство – максимальная святыня, которая вообще есть у церкви, и ничто, ни иконы, ни мощи, ни святая вода, ни святые места, ни что бы то ни было вообще не могут с ней сравниться. Но конкретно в данном фрагменте апостол предостерегает общину от совершенно конкретных вещей. То есть здесь, говоря о недостойном причастии, точно не имеются в виду никакие подготовительные к нему элементы. Говорится о значительно более глубоком и серьезном грехе. Обратим еще раз внимание на текст. «Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню». Только что в более раннем фрагменте книги «Деяний» мы видели указание на то, что в любви и простоте сердца собирается община и осуществляет общение, собираясь на такого рода вечерю. Общение не в плане диалога, безусловно. Общение в плане глубокого взаимодействия. Мы говорили о том, что в некотором смысле вот эта кинония, общение, это одно из базовых свойств церкви. Им она преодолевает ненавистную рознь мира сего. И таинство причащения служит этому взаимодействию самым однозначным образом. Мы причащаемся одного и того же Христа, становясь членами одного и того же тела Христа. Соответственно, никакого разделения внутри евхаристической общины быть не может и не должно. О каком грехе, какой проблеме конкретно исторически говорит здесь апостол. Археологические раскопки в Коринфе показали, что это, с одной стороны, безусловно, очень крупный эллинистический город, но при всём при том, каких-то совершенно огромных дворцов и вилл, да, в нём было, в общем-то, не так уж и много. И в массе своей даже крупные дома обладали определённого объёма комнатами, ну, например, для того же самого приёма гостей. А мы говорили о том, что христианское собрание – это собрание в частном доме осуществляемое. Таким образом, например, как правило, глава евхаристического собрания, пресвитер или епископ, в общем-то, в своём доме, то есть обычно, как правило, он был и одним из самых финансово обеспеченных членов общины, потому что он брал на себя ответственность за организацию этого собрания и, соответственно, имел к этому возможность. Так вот, в своём доме, в день Господень, он принимал вот всю свою христианскую общину, которая, кроме всего прочего, была достаточно разнородной. То есть это были и люди, конечно, из какого-то высокого класса, но, как правило, их было до определённого момента времени не так уж и много. В массе же своей христианская община состояла из людей достаточно, скажем так, низкого социального статуса. И в этом смысле, по всей видимости, срабатывала общая, скажем так, античная привычка, когда с одной стороны, конечно, на какие-то крупные праздники можно было позвать разных людей, например, в том числе собственных клиентов, да, то есть тех, кто социально тебя ниже и тебе как-то подотчётен и от тебя зависим, но, конечно, с ними никто не будет делить стол в прямом смысле слова. То есть, например, в рамках соответствующего помещения возляжет хозяин дома и какие-то первого уровня приглашённые, а в рамках, например, внутреннего двора будет накрыто что-то для всех остальных. Соответственно, вот этот момент Агапы, вот этой вечери любви, которая предваряет собою собственную Евхаристию, становился примером совершенно однозначного социального расслоения, о котором многократно будет говорить нам новозаветный текст. То же самое, например, соборное послание апостола Якова будет бичевать это как одну из совершенно ненормативных вещей для христианской общины, однако же очень рано в ней проявившуюся и поселившуюся, видимо, в общинах многих, да, если апостол в рамках соборного послания об этом говорит. Так вот, здесь, по всей видимости, то таинство, которое должно служить для объединения, да, для общения, для реализации любви, становится очередным, да, одним из многих поводов к разделению. Каждый ест своё. Приглашённые за первый стол вкушают одни блюда, приглашённые в общий двор вкушают другие блюда. Большой вопрос, может быть, даже и евхаристические дары преподавались здесь тоже отдельно. Ну, здесь из текста это не следует, об этом сложно сказать, но можно это тоже предположить. То есть, таким образом, то, о чём говорит апостол о том, что каждый должен испытывать свою совесть, как он приступает к этому таинству, указывает на то, что мы не можем чураться никем из наших сопричастников к единой чаше, подходя. К глубокому сожалению, последующая история церкви знает много мрачных эпизодов по этому поводу. То, например, что мы можем назвать, в общем-то, историей многочисленных расколов, когда одна группа христиан отторгается от другой группы христиан по каким-то совершенно малозначимым поводам, то есть, например, не по догматическому несогласию, что вот они веруют различно, а по каким-то совершенно финансовым, политическим, социальным и каким-либо другим угодно причинам. То есть, вот он грех против единства, которому должна способствовать евхаристия. Вы не объединяетесь, а разъединяетесь. Вы делаете не дело Божие таким образом, а дело дьявола. То есть, похвалю ли я вас за такую практику, говорит апостол, нет, не похвалю. Поэтому, конечно, если вы грешите против тела и крови Христовых, против того, что дарует жизнь, вы, конечно, входите в область смерти. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает. Повторяюсь, это совершенно не про практику подготовки к причастию, а если быть прям предельно точным, то можно сказать, что и про практику подготовки к причастию, но про ее одну конкретную мысль и ее одно конкретное измерение, которое, нужно заметить, отфиксировано во всех наших подготовительных текстах, будь то мирянское последование к причастию, будь то, например, введение, киноварная ремарка в служебники для священника перед началом служения литургии. И там, и там, и для клирика, и для мирянина будет озвучена мысль, что прежде чем приступить к таинству, примирись с обидевшими тебя. То есть непримиренность, разделенность, нецелостность, неготовность делить это таинство с другим своим, в том числе обидевшим тебя ближним, конечно, ставит тебя в ситуацию погрешения против тела и крови Христовых. Ты не объединяешься в нем, а сохраняешь разделение. Конечно, отдельный вопрос пастырской практики, когда мы хотели бы примириться, но не можем, да, не находим в себе соответствующих сил, тогда в смирении, приходя к Богу и исповедуя это как грех, мы имеем возможность, конечно, получить те самые силы в плане благодати Божией. Но это совсем другой разговор. Новый Завет, конечно, имеет совершенно серьезный объем текстов, которые так или иначе будут говорить нам о этих ранних апостольских практиках. Ко всем из них мы не сможем обратиться чисто ввиду хронологического объема нашей лекции. Поэтому, наверное, к ее завершению обращусь к последнему некрупному фрагменту. Это будет, собственно, 13 глава послания к евреям. Здесь мы читаем с 12 стиха. «Иисус, дабы осветить людей кровью своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». С одной стороны, это вроде бы как не самый однозначный евхаристический фрагмент. Но здесь мы видим две важных мысли. Во-первых, указание на то, что Христос страдает вне града, и мы выходим куда-то вне, к тому, чтобы приобщиться к плоду его жертвы. Очень любопытно, что с одной стороны самое раннее христианское богослужение во многих своих чертах выглядит как служение профанное, то есть не сакральное, не священное, как служение обыденное. То есть самое важное богослужение, тайна тайн, таинство таинств, совершается в частном доме, за обычным столом, с обычным вином и хлебом, без пышных одежд, колокольчиков, которыми вышит подол риза первосвященника, курение фимиамов, пение хоров и других удивительных вещей. С другой стороны, мы увидим, что, конечно, христианская община с течением времени будет облекать это богослужение в все более и более общесакральные формы, те, которые характерны и для ветхозаветного богослужения, и для богослужебной логики вообще. В этом, с одной стороны, совершенно нет ничего плохого. Мы говорили о том, что наше значимое переживание, конечно, ищет соответствующих форм для обозначения. То есть хочется как-то реализовать то, что лежит у нас на сердце. Поэтому в храме появляются и золото, и драгоценные камни, и прекрасное пение, и стройное богослужение. Но всегда эту мысль о Христе вне врат, то есть где-то за городом, вообще в совершенно недолжном месте страдающим и туда призывающим нас, мы тоже обнулять не можем. Вторая важная мысль, о которой мы сегодня с вами уже говорили и ей просто я хочу подытожить, это указание на то, что мы призваны приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих имя его. Все это говорится в контексте сравнения Христа и иудейского первосвященника. Это одна из основных мыслей послания к евреям. И здесь указывается на то, что прославление Бога – это один из вариантов жертвы. Собственно, опять же, хвала и благодарение, то, что станет главной, связующей нитью, главным нервом евхаристического богослужения. При этом замечу, что, например, святитель Иоанн Златоуст говорит о том, что, конечно же, Богу не нужна хвала от нас. По той простой причине, что он и достаточно восхваляем небесными силами, да и в принципе от творения ему опционально ничего не нужно. Эта хвала нужна нам. Это мы благодаря данной хвале и возносимся к тому самому престолу благодати. Более того, у того же самого святителя Иоанна мы замечаем интересную мысль. Он говорит о том, что хочешь ли ты принести, например, жертву к жертвеннику Божию. Прекрасное желание, прекрасное начинание. Но не всегда можешь, потому что в иной день доступен для тебя этот жертвенник, а в иной недоступен. Но помни, что есть тот вид жертвенника, тот род жертвы, который всегда приемлен Богом и который всегда перед тобою. Это твой ближний, который нуждается и страдает. Такого рода жертвенники расставлены на каждом углу каждого города. Поделись этим видео.